Ой, ну что, рассказать? Ну куда делаться уже? Расскажу. Давай. Было мне, это примерно 23 года было примерно. Сейчас мне 48. Только хотела сказать, спросить, а сколько тебе лет? Потом думаю, это неудобно спрашивать. Наверное, надо спросить, а сколько лет назад тебе было 23? Сложным путём хотела пойти. Но ты, да, сразу... От женщины, которая не скрывает свой возраст, как говорят в интернетике, можно ожидать чего угодно. Рассказывай. Дело в том, что каждый год моей жизни, он очень дорог для меня. Да, это очень, ну как, то, что самое дорогое, вот что есть, да, каждый год моей жизни. Я не могу отказаться ни от одного и сказать, что мне там, извините, 40 там или сколько-то там. Мне 48, да. Что так случилось? Скоро полтинник, дай бог, будет скоро. Вот, примерно 23 мне было тогда года. И, вы знаете, стали меня мучить инопланетяне, можно сказать. Человечков я никаких не видела, я сразу скажу. Целый год это продолжалось. Как, ну ты расскажешь, как это было? Что это, как они... Я пытаюсь сейчас сформулировать. Ага. Слушайте, я рассказываю, да. Я засыпала, когда я засыпала. И мое сознание, как бы, вот я лежу, натурально я лежу, а мое сознание изымали. И вот куда-то уносили. Я вам скажу, каких только я кораблей не видела. Чего я только не видела. Как они меня замучили. А Леша уже тогда был в твоей жизни? Да. Вы во сколько поженились? Сколько тебе было? Вообще мы встретились, мне было 18. Потом мы расстались. И у меня второй муж. Так случилось. То бишь 23, ты уже была второй раз замужем. Да. А вам это не показалось странным, вот это вот что-то? Или ты не рассказывала ему? Почему я ему все рассказывала? Рассказывала, да? Ты поверил ей сразу? Ну, он смотрел на меня, конечно. Я так смотрит, я говорю, а я на него смотрю. Знаю Лену. Она не умеет сочинять. Не умеет. Не фантазер она, да? Нет. Нет, у меня как-то насчет фантазии. Более такие вещи, которые она мне рассказывает. Надо быть совсем. И это каждую ночь ты засыпаешь? Я засыпаю, мое сознание изымают и куда-то уносят. Несколько раз я была на какой-то планете, меня туда доставляли. Она вообще такая, типа как пустыня. Похожи кусты на пустынные, но совершенно другие какие-то. Вот я рисовать не умею, к сожалению, вообще мне потом уже, Алексей говорит, ты вот нарисуй, а я и так из памяти все это вышибала. Потому что это ужасно все на самом деле. И я не могу это нарисовать. То есть вот такая планета, типа пустыня, и на ней пять лун. Пять лун разных размеров, но эти луны ближе, чем наша луна. Да, хоть они и разных размеров, но они ближе. Меня несколько раз туда доставляли. И вроде как утешали меня. Со мной голос какой-то вроде то разговаривал, то просто вот как бы внушал мне, что ты не бойся. То есть мы сильно плохого тебе не сделаем ничего. Я просыпалась опять вся в ужасе, я маме рассказывала вот эту историю каждый раз, каждое утро маме. Мы уже в церкви купили иконку, положили мне под подушку. Что-то еще мне клали под подушку. Бесполезно. Вот. Вот у меня все кусками вот это, конечно, я извиняюсь. И потом случилась беременность. Понимаете? Ну, как бы я думала, что все нормально, но беременность настолько ненормальная случилась. То есть моя грудь была как камни, тяжеленные, горячие камни. Внутри меня как будто раздувался каменный огненный шар. Вот я чувствовала, что вот-вот такенный шар раздувается во мне. Просто я смотрю, нет ничего. Я ходила, все, ко врачу, естественно, я ходила и жаловалась там. Меня что-то успокаивали, что все хорошо. Все, ну, гинеколог врачи все осматривал, все беременность была, все нормально внешне было. Но поскольку я все время жаловалась, было три месяца беременности, меня решили положить в больничку. Хорошо, все, я собралась в больничку. Мы, значит, как вам сказать, спали. Вот я сплю, мой диван, в тот день. Вот так вот диван, моя мама спит. Вот так напротив меня, вот так вот окно. Мы на третьем этаже. Среди ночи меня, как обычно, опять меня, знаете, какое чувство? Как, например, под микроскопом блоха лежит, вот блоха эта, и она ее иголкой приткнули, и вот такой вот взгляд, огромный взгляд ее смотрит. Вот я была этой блохой. На меня смотрел огромный взгляд, такой на всю меня, и мне сделали очень больно внутри. Вот настолько больно, что я ночью, как крикнула, я так заорала. И мама проснулась, натурально проснулась мама, то есть она у меня свидетель. Тут уже ничего. И она видела, как этот луч, луч, это был белый, огромный луч на всю меня, натурально уже. И он вот так мотанулся за девятиэтажку. Мама это увидела. Я села, говорю, ты видела? Она говорит, видела. Я говорю, ну вот ты же теперь сама видела. Она видела. Мы подбежали к окну, и вот как вот угол девятиэтажки, и больше ничего оттуда, ни туда, ни сюда, никуда, не мельтехнуло, не мельчешнуло, ничего. На другой день я иду, в больничку у меня положили, значит, мы это все пережили опять. Я говорю, что вы думаете о беременности? Да нет никакой. Нет ее. Как будто и не было. Мы с врачом разговаривали. Я говорю, как так? Он говорит мне, ты знаешь, говорит, я не могу ничего этого объяснить, но если так уже случилось, говорит, ну мне 23 было года, он говорит, деточка, забудь просто про это. Просто забудь. Не вспоминай эту историю. Ты рассказала ему про лочь. Да, да, но он тоже так, как бы, но он видит, что вот так и так, я опять же, ну как анализы, да, все, меня, я была, у врачей все такое, беременность 3 месяца. И вдруг исчезла, и все, и все симптомы мои в один день исчезли. И инопланетяне эти, ну я их так называю, я не знаю, кто это меня так вот мучил, с тех пор все, как отрезала, больше ничего не было. Вот такая вот история со мной случилась. А потом я начала, ведь тогда по телевизору не было, вот никаких прокопенко, ничего такого, такого не было. И потом вот через какие-то годы начались вот эти передачи, и я слышу, как женщины начали рассказывать подобные истории. И у меня вот так вот все начинает лихорадить меня, трусить, и слезы, и вот знаете, обида, вот такое, как ты немощное существо, а тебя могут взять и делать с тобой вообще просто, ты в памяти, ты вот смотришь, а тебя могут раскроить, кости твои разобрать, собрать, все, что хочешь сделать, там, хочешь. Если они хотят, они тебя опять соберут и опять в мир пустят. Не захотят, я не знаю, что они сделают. Ну вот такая люди история, я не знаю, может быть, у многих есть такие истории, но люди не хотят бояться, и не хотят быть чокнутыми выглядеть, и дураками. Вот, люди, ну я не знаю, это ваше право, но мне муж сказал, расскажи Ирине, и я решила, что да, Ирине я все расскажу. Вот, я вам все рассказала. Мои близкие друзья об этом знают. И теперь, ну теперь весь мир знает, да, бог с ним, мне уже скоро полтинник, мне без разницы. Скажи, пожалуйста, вот ты вообще их видела? Я сразу скажу, я верю тем рассказам, которые я вот слушала, и у Прокопенко, еще у кого-то читала. Я верю и Лапсан Гурампе, когда он говорил, что они в астральных телах улетали на другие планеты, общались с его жителями. Вот, но это у него были осознанные такие, они специально ложились, медитировали на крыше, и потом, ну он много чего там писал, это было очень интересно. А вот когда, это он делал по своей воле, тебя вот так, значит, практически эксперимент проводили над тобой не по своей воле. Ты их не видела, да, ты просто вот тебя, допустим, ты попадаешь на эту планету, тебя никто не сопровождает, да, только задавала ли ты им вопросы какие-то? Я спрашивала, а мне иногда говорили, ты смотри, смотри, просто смотри. Например, что вот это за планета? Зачем вы меня сюда привезли? Нет, ничего не говорили. Могу ли я отказаться от ваших путешествий? Ничего, да, не спрашивала? Я думала, конечно, иногда что-то, что же вам от меня надо, да, чего же, чего же, зачем мне это все? И я точно знала, что вот я когда в этом состоянии, в этом, я видела, вот я удивлялась, когда я просыпаюсь, я почему я на небе не вижу ничего этих кораблей, почему я их не вижу? Когда их там на самом деле, господи, боже мой, а там полностью все заполонено, если что, на самом деле. Эскадры целые, да. Абсолютные, я вам точно говорю. Они есть черные, очень много черных. Черные и такие, они очень угловатые, угловатые, причем они внутри все черные и снаружи все черные. То есть ты внутри тоже бывала, да, внутри? Они разные? Они очень разные. И там, причем, там чего только какое-то не напичкано такое, что не то, что я мозгом не могу понять, я смотрю и глазами понять даже не могу уже, что это такое вообще. И они, ну как-то вот, то бывает безжалостно меня куда-то, вот смотри, смотри, а то вот так, вроде как успокой, то ли, вот типа этой планеты, что, да не бойся, мы сильно тебя типа не покусаем. Ты считаешь, это были разные жители, ну так сказать, разных планет, или это все одни и те же проводили эксперименты? Ты считаешь, что скорее всего, возможно, они, ну раз это беременность, они, наверное, хотели тебя как вот здорового производителя заставить выносить какой-то свой плод? Нет, вполне возможно, я тоже об этом думала, потому что это явно было нечеловеческое. Ты ведь здоровая, да? Вот селом ты здорова такая была, да, значит? Да, я абсолютно здорова. Они, скорее всего, проводили эксперименты, твой анализ забрали? У меня нет детей, сейчас на самом деле у меня нет детей, но не по моей причине. У меня в первом браке были проблемы и не у меня. Я как лошадь здоровая, то есть абсолютно, как свиноматка могу, но не получилось, так не получилось. Больше других вариантов я не рассматривала, знаете, как, ну, ладно. И когда они поняли, что ты собираешься избавиться от ребенка, они сами его забрали назад? Видимо, им был дорог этот вот эмбрион или что там они в тебя вложили? Видимо, да. И ты им стала неинтересна, раз ты взбунтовалась, после они тебя уже не изымали. А кто бы знал, что у них в этих инопланетных головах? Мы можем предполагать, да, но... Ну, скорее всего, это да. Они тут здесь, возможно, как ферму какую-то используют, каких-то, как ты говоришь, свиноматок, да? Вот они выбирают здоровую какую-то особь, да? Ей подсаживают что-то. Ты понимаешь, какой эксперимент на нашей земле проводят некоторые? Ну, и потом мне еще бывают голоса разные, как бы во сне тоже как бы сон прервается или что-то такое. И мне говорит ровный голос, он без эмоций, он просто не женский, не мужской, он просто мне говорит. Ну, вот, например, интересный сон. Ну, я называю это сон. Я это прям там была, как бы... Я вижу себя парнем молодым. И вижу пустые девятиэтажки, пустые совершенно. У меня нет никакого чувства ни жалости, ни боязни, там, ни голода. Вообще, я равнодушный такой вот человек. Я вижу каких-то детей в обмотках, какую-то стальку детей, и больше людей вообще нет. И мне голос говорит, все закончится в шестьдесят четвертом году. А я говорю, что закончится? Как понять? Совсем? Ну, говорит, ну, не совсем, говорит. Ну, для человечества мало кто выживет. Я говорю, нормально так. Прямо так, в шестьдесят четвертом? В шестьдесят четвертом, да. И я смотрю, главное, что я уже как будто привык... Я мальчик, парень такой, как будто привык к этому времени суток, что ночь, начинается ночь, и это очень опасно. Вот то ли, я уже потом думала, то ли радиация это, то ли что. И я тоже прячусь в какую-то квартиру, вот так закрываюсь ровно два часа ночь. Остальные все время сутки, это день. Я выхожу, дальше я выхожу, и равнодушно иду по пустому совершенно городу. Вот такой вот сон, допустим, был. Еще раз у меня было. Как раз вот про три месяца, это было недавно. Что голос, опять же, он показывает мне влюбленных пар каких-то, которые вот просто... Ну, вспышки любви у них такие. И я понимаю, что они встречаются, чтобы забеременеть вот так вот. И я говорю, так говорю, мы для вас биоматериал, что ли? А он говорит, да, мы в три месяца забираем... Мы питаемся этой энергией, мы в три месяца забираем вот этот плод. А я говорю, как вы можете, как вам не жалко, как вы можете с нами так поступать? А он говорит, что это нормально, что вы для нас биоматериал. Вот как-то вот он мне так сказал, ровным, голосом, что я опять обалдевшая проснулась. Ну, помнишь, я вот все тебе это рассказывала. Короче, я вот всем мужу все рассказываю, он все терпит, бедный. Вот такие вот у меня бывают штуки со мной происходят. Если с вами люди, там кто-то еще, друзья дорогие, происходят, вы не одиноки. Ну, вот я рассказала, мне нечего бояться, стыдиться там или чего-то там. Я уже взрослая девочка. Ну, если вы не рассказываете, это, конечно... Ну, я знаю, да, некоторых людей, у них астральные путешествия. Это вторая жизни там в Астрале, они куда-то спешат на помощь. И я, к тому же, ну, читала Чарльза Литбитера, астральные помощники, вот это вот все, да. И вот в это все я верю, вот то, что в тонком мире тоже жизнь есть. Но вот чисто конкретно с человеком, которого вот забирали, показывали корабли, я в это тоже верю, но первый раз я встречаю на самом деле... Или вот, да, я первое такое интервью беру, и даже без интервью я первый раз встречаю человека. Я очень много читала и по телевизору смотрела, да. Мне самой было интересно. Я в молодости даже вот иногда стояла у окна и звала их, и хотела пообщаться. Просила забрать, но, видимо, у меня... Ну, забрать не навсегда, а что-то показать, да. Но, наверное, слава богу, мою дурную голову не сильно им было слышно. Они могут искалечить и душу... Но я же не знала, да, я не знала. Это любопытство, знаешь, любопытный Варваре на базаре нос оторвали, говорят. Мне тогда хотелось. Я что-то такое прочитала, как какую-то девушку там забирали, и мне тоже было интересно. Ничего не читала даже, вот никаких вот там книг или что. Я вообще вот не в курсе каких-то там книг. Но со мной вот такое произошло. Ну, вот вспомнила. Ну, ты рада, что вот это всё прошло, что они больше и так... Конечно. Без твоего ведома они дергают тебя. Ну, был один, да, мужчина один был. В смысле, как это? В смысле, вот, значит, такое резиновое... река, резиновые берега. Чёрные резиновые берега, река, это вот я была в такой местности. И мужчина выше меня ростом, длинные волосы, русые, очень красивый, одежда облегающая такая у него. Рядом аппарат. Он такой круглый, небольшой аппарат такой. Тут парень какой-то, человеческий парень. И этот мужчина, он мне говорит, ты, говорит, мне понравилось. А я говорю, ты кто, как тебя зовут? Он говорит, называй меня Володя. Он говорит, потому что ты моего имени никогда не произнесёшь. А, Владимир, да, он говорит, Владимир. Потому что ты, говорит, никогда моего имени не произнесёшь и не запомнишь никогда. Но ты мне понравилась, и я за тобой всё равно вернусь. Говорит, сейчас с нами полетишь. Я говорю, нет. А вот этот парень, он говорит, а я полечу. И этот парень, вот в этот шар, он зашёл туда. Он небольшой шар такой, небольшой такой. И он, не боясь туда, а я вот как бы из вредности просто. Он говорит, а я за тобой всё равно вернусь. Это давно было такое? Да, давно же это было. Лет пять назад. Это лет пять назад было. Но это был не человеческий, как вот парень один человеческий, а мужчина был... А этот парень, как парень, да. А этот... Не с этого, вот не с этого мира. У него ярко-зелёные какие-то глаза, но он очень красивый. Волосы волнистые, русые, длинные такие. И одежда такая, какая-то чёрно-серого цвета, какая-то вот такая в облипочку. Что не в облипочку такая? Ну, это какое-то такое, как совершенство какое-то такое. А больше, типа, каких-то человечек там, нет, я их никого не видела. Брать не буду. Что не было, то не было. Очень интересно. Вот так вот. Ну, может, это интересно, я не знаю. Как страшно жить. Почему страшно? Правда? Ну, вот так вот, что без твоего ведома могут тебя куда-то таскать. Это же страшно. И ты будешь букашкой, иголкой сжатой. Вот этот взгляд я никогда не забуду. На всего, вот на всю меня огромный взгляд. Под ним нельзя не шевельнуться, ничего. Ты абсолютно безвольное существо. Всё. И с тобой могут делать всё, что угодно. Я говорю, меня по костям разбирали, потом опять собирали. Мозг мой противился. Но это никого не интересовало. Вот так вот. Да. Я в шоке, конечно. Конечно, жалко, что ты не рисуешь. Интересно было бы посмотреть. Я сейчас, конечно, вообще всё это... Я давно уже вычеркнула это из своей головы. С другой стороны, да. Нарисуешь, может быть, потом будешь на этом концентрироваться. Да чём уже концентрироваться? Я уже это переживала и выплюнула, так сказать. А вот про бабу. Интересно, когда я была в потоке. Я была в потоке божественной любви вот этот год назад. А потом, вы знаете, чувство такое, что она ослабевать начала, что ли. Как бы я её не так стала чувствовать. И так думаю, ну неужели ты меня покинул, что ли? Как вот так вот такая любовь-любовь и что? И где ты теперь? И я теперь, я как голая осталась. Я как будто вообще брошенный котёнок. Что такое? В чём дело? И тут же мне пришло вот такое мягкое такое понимание. Да успокойся ты. Я всегда с тобой. Я в тебе. Что просто ты не сможешь в этом экстазе, в этом кайфе жить всю жизнь. Ты должна прожить человеческую жизнь. Я могу тебя в этом кайфе оставить, конечно, но ты же должна в человеческую жизнь прожить. Поэтому всё нормально, дозировано всё. И я правда, я стала чувствовать, что как будто если рентген мне просветить, мне кажется, вот он тут вот прям сидит. Это так здорово. И потом вот что в путапартии. Я не знала этого слова путапартии. Что это такое? Понятия не имею. И тут вот я говорю, что ты пустишь меня в путапартии? Ты меня к себе домой пустишь? А он говорит мне, подожди, успокойся. Он меня всё время, деточка, успокойся. Когда будет время, ты узнаешь. Успокойся, я всегда с тобой. Всё, я сразу опять расслабилась. Фу, ну всё, ладно, всё опять со мной, всё хорошо. Он со мной, я с ним, всё замечательно. Я переосмыслила вообще для Чук, что главное в жизни. Оказывается, главное, вот то, что говорят, построить дом, родить сына, посади дерево. Это всё придумали люди на самом деле для самодисциплины. На самом деле всё не так. Вообще всё не так. Ты можешь не строить дома, не рожать детей, не деревья эти не садить. Ты вырасти свою душу. Душу свою вырасти. Вот это настоящее призвание человека. Как я оказалась, всё поняла. У меня всё сошлись вообще. Ну, не всё, конечно, но так многое сошлось в моей голове, что вот, оказывается, правда какая. Понимаете, мне стало так весело жить. И прямо бабочка опять прилетела, она часто, да, прилетает, когда подтверждает, да, да. Да, это так и есть. Да, это именно так. И мне стало весело жить, мне стало счастливо жить. Я стала многое и понимать, и принимать. В моей душе гнев. Вот раньше бывало что-то несправедливость какая-то у меня в гнев. Я чувствую в душе так, по-моему, поднимается кобра, капюшон. Сейчас ничего подобного. Всё, кот надо мной, если там издевается, спать не даёт. Я только улыбаюсь, думаю, Кузенька, солнышко, ложись спать. Я Кузькина мать, у меня Кузька. Кузькина мать. Сын Кузька, да. И как бы я стала понимать, что люди — это дети. Это просто повзрослевшие дети. У них тела выросли, а они остались теми же детьми, в общем-то. И то есть не надо на них злиться. У кого-то действительно, вот я услышала, молодая душа. Вот он поэтому и проказничает. Ну вот лежит что-то. То ли украсть, то ли не украсть. Вот кто-то не возьмёт, а кто-то и не надо, а возьмёт. А потом думает, зачем взял. То ли захватят тебя за руку, или не захватят опять же за руку. Столько вариантов, так это интересно. То есть смотришь на себя тоже, себя понимаешь и людей понимаешь. То есть стала терпимая и понимаю людей. И радость, и позитив вношу людям, и Любовь. Она у меня тупо, огромная. Классно, здорово. Она изменилась, Алексей, после вот того просветления или этого опыта, что три дня она плакала и смеялась. Когда вот она изменилась, да, за этот год? Конечно. Прямо ощутимо. Ощутимо изменилась. Радостно. Каждый день говорит спасибо Господи за ещё один прекрасный день в нашей жизни. Ура! Настал ещё один прекрасный день нашей счастливой жизни. Я говорю всегда спасибо, баба, спасибо за всё, что ты мне даёшь. Я благодарю тебя, я люблю тебя и благослови меня каждый день. Замечательно. Замечательно. Спасибо большое. Я счастлива. Так интересно. Ну, я не знаю, насколько интересно, но хотелось, мне очень хотелось вот именно с вами поговорить. Ну, а кстати, почему получается, что вам рассказываешь? Вот я ведь вам в глаза смотрю, я вам рассказываю, и мне интересно вам рассказывать. А вот то, что у вас в руке, ну, камеру не всегда и видят, она в сторонке иногда. Её не видно, как бы она, ну, то есть, если бы у меня вот большая камера, закрыто лицо было бы, ты не видела бы моих глаз, тебе бы сложнее было. Может быть, а я... А так мы же в глаза друг друга смотрим. Да, глаз в глаз. И мне так хочется вам рассказывать и говорить что-то, ну, правда, очень... Мне тоже очень интересно, аж мурашки по телу побежали. Я вообще, конечно, благодарна каналу, потому что ко мне стало так много интересных людей притягиваться. У меня и так вот, ну, как-то я так хорошими людьми окружена в достатке. Но сейчас уникальными, замечательными, интересными. А сколько лет ты знаешь Сайбабу? С прошлого ноября. From last November, from AvaVidio. Да, вот у Ирины. She watched her video and she get very interesting experience. Three days she was look like in a channel of love. She crying, she not sleep and she laughing. And Baba gave her something special, special experience. Я особенный опыт, да, тебе Сайбаба дал, потому что это, знаешь, ну, иногда читаешь про такое, вот бывает там, что человека так вот в такой он канал входит, что он там днями не спит, смеется, плачет. Когда, вот, как я, ну, слушала интервью Цезаря Теруэля, он вот просветлённый, он на сатсанге у Сайбаба, он прямо просветлел, он говорит, я стал смеяться, я понял, как всё устроено, говорит, я понял, как это всё интересно, смешно. Он начал смеяться, его даже вывели из мандира там, и вот, знаешь, это происходит в одно, в один момент, я даже не понимала раньше, что такое просветление там, да, ещё что-то. У кого-то бывают моменты... Цезаря? В смысле, Сайбаба... Сайбабу я видела, да. В смысле, он с вами разговаривал? Нет, конечно, нет, я уже в девятом году приехала. Клинку, от Сайбаба приезжала. Да, это вот подвесочка с Сайбабой серебряной, это тебе подарок вот такой вот. Ой, ну что, спасибо большое. Сзади Ома, а с этой стороны Сайбаба. Вот Баба, он ко мне приходит. Ну, не волк, это подарки, ты не можешь? Да прям, ну, здрасте. Это же Сайбаба. Это не мы. Сайбаба любит тебя. Любит тебя. Спасибо, я благодарю вас, спасибо. Вот он ко мне как пришёл с вами, и вот так вот он через вас и всяко разговаривал. Да, эти вещи мы не продаём, это просто вот... Он случайно у него был вот такой, ну, случайность, непознанная закономерность. Просто иногда, знаешь, некоторые преданные вот спрашивают, а нет ли у вас чего-нибудь с Сайбабой? Ну, просто вот в подарок мы делаем, это значит для тебя получается. У него просто вот было такое с собой. Ну, это вообще, конечно, я не ожидала совершенно. Спасибо вам большое. Это всё, говорит, дано бабой. Он получил хороший подарок от бабы меня. Как это трогательно, когда Саши говорит, в следующей жизни я хочу, чтобы ты была... Блэсью. Чтобы была ты со мной, хоть женой моей, хоть мужем моим, но хоть только будь со мной, вы знаете. Вот он даже не то, что вас за ручку держит, потому что хочет вас уберечь от машин. Он так дорожит вами, вот он ручку, вашу лапочку вашу держит, как своё самое родное держит, чтобы только чувствовать в своей руке вашу лапочку. И дай Бог, чтобы ваша рука всегда была крепкая, ну, потому что получается, что ну, нужны вот вы очень всем. Очень нужны. И друг другу тоже главное. Да, и всем, и друг другу. Вот так вот получается. Спасибо большое. Ну да, наверное, какая-то программа есть и в наших жизнях, запрограммированность. И когда вы всегда говорите, вот сегодня я вот так одета, вот так вот. Мой лук такой. Мы так все берём лупы и приближаемся к экрану так, так. Джумка, Джумка, хорошо, Джумка. Жёлтый платочек вполне, да. А вот красный вчера был, ещё лучше был платочек, банданка была. Да-да-да, вот такой вот. И смотрим сегодня очень с удовольствием. А сегодня вот юбка из, вот там вот напротив у них там то, что горы такие. Где-то что-то выцвело, да, одна штучка 100 рублей, если ты что-то выберешь, да. А если три, то за 200, в общем, по 70. И мы вот с Галей купили, она 2 единички, а я одну вот эту вот юбку. Она, в принципе, такая, да, хлопочек, хорошего качества. Да, длинная как раз. Вот. Её можно и сарафаном. Вот, если что, потом вот можете там покопаться. Видели, да? Вы уже копались? Нет-нет, мы мимо ходили, мы волновались. Когда что-то мы ко времени должны прийти. Да что, мы могли бы раньше зайти. Я говорю, пойдём раньше, раньше не позже, ведь можно... Ну, Саши тоже раньше вышел, он без 20, наверное, вышел. Говорит, я пойду их возле Арканбара подожду. Может быть, они и не найдут дорогу. Мы даже на Майнруту туда вышли. Ой, батюшки. Ну, если увидели, что двери открыты, могли бы прийти, да и всё. Я читала газету. Да? Саши сидит, он... They came earlier, much earlier, and they walked and looked at our door. I tell you can come earlier. Но ещё говорит рано. They tell no, not time, not time. They wanted to wait. В Индии, говорит, если мы говорим в 12, значит, можете прийти даже в 11. Это не проблема, говорит. Индийцы вот... Да, а я вот тоже. Я, кстати, тоже более пунктуальная. Мне в 12, значит, я приду без 5-12 и буду топтаться рядом. Говорит, если мы сказали в 12-30, это значит, вот уже будет еда готова. А поболтать-то можно, да. Поболтать-то можно было и пораньше прийти. Ну, и так хорошо, правда. Да, замечательно. Спасибо большое за рассказ. Прямо я ещё долго буду под впечатлением, конечно. Вот, наконец-то я встретила кого-то, вот, свидетеля вот таких вот, таких происшествий. И, к сожалению, мамочка моя вот умерла, а так вот, она действительно пока была жива, она подтверждала, что да, это было при мне. Я лично сама видела. Мы с ней вместе поднеслись к этому окну. И всё вот это, всё произошло. Ну, тут врачи даже не то, что скажут, что там у вас глюки там с мамой на пару. Нет, ну, извините, всё же документировано вообще-то. Да-да-да-да, всё-таки трёхмесячная беременность, это тебе не какая-то такая мелочь, что можно ошибиться. И тем более такие ощущения, я не знаю, вот, вы знаете, действительно, если мне не опускать глаза вниз, у меня раздувается огненный, каменный, такой горячий шар тяжеленный, каменный, вот на глазах просто вот так раздувается. Когда вниз глаза пуска нет ничего. И я, кстати, ощущала в три месяца, какой там я шарик ощущала, какой-то шарик в животе рукой. Прямо трогала, да, вот настоящая физическая? Малое, что-то кругленькое, шарик какой-то такой был. Ну, это ужас, вообще, я вам скажу. Ужас, да? А любви ты к нему не чувствовала, что в тебе же кто-то там живёт? Какое что? Нет, нет. Твоё дитя? Нет, 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 абсолютно нет. Я, никаких, как вы имеете ввиду материнских, там чувствовали, нет, нет, ничего, действительно, чужой там какой-то вот просто. Ну, в общем, ты суррогатная мать для них была. По-видимому, да. Хотели, выбрана для этого. Может, им этого было и достаточно. Но ты им, да, сорвала планы. А туда, наверное, да, тебя на медосмотр возили? Да. Как-то так. Как-то так, обалдеть. Обалдеть, конечно, да. Как интересно, да. Очень интересно, я просто зависла. Мне интересно, кем же ты была в прошлых жизнях, что сейчас у тебя такое вот... Интересно, ещё могу про себя рассказать. Ну, это вообще из раздела медицины. У меня хорошее зрение вообще. И лет сорок, допустим. Я просто летела в самолёте и... А, нет, даже не так давно это было. И там тень был, и в иллюминаторе очень светло. И смотришь в иллюминатор, вот так всё белое. И вот эти вот... Бывают у людей мельтешения вот эти вот тёмненькие в глазах появляются. Я... У меня такого раньше не замечала. А тут я заметила, мне как-то стало не по себе. Прилетела в Новосибирск, пошла в медицинский глазной центр. Ну, вот вместе мы ходили, кстати, с мужем. Я же не придумала. Мы пришли. Я говорю, что вот у меня такая проблема, что-то начало мельтешить у меня. Давайте посмотрим. Врач начал смотреть у меня. И он смотрит так, ой-ой-ой, говорит, а это что такое, говорит, а как это вообще? А пойдёмте, говорит, пойдёмте ещё. И вы знаете, он в пять или в шесть кабинетов меня водил, и там по нескольку аппаратов. Вот эти даже вот, когда смотришь, и вены свои видно, ну, вот эти аппараты. И он меня тот туда пристегнёт, тот туда, и смотрит мне, и смотрит. Я говорю, доктор, что со мной, скажите мне, я что мне вообще, как жить дальше, что там такое? О, да подождите мне, я такой, у меня 15 лет практики, я такого никогда не видел. Я говорю, господи, я говорю, что? Он говорит, вы знаете, говорит, у вас строение глаз нечеловеческое. У меня строение глаз нечеловеческое. И говорит, и у зверей такого не бывает. Мало того, ещё там вкрапления и включения какие-то. Я говорю, а что мне делать? Как мне жить? Что, говорю, операцию надо делать? Да, что, что-то исправлять надо? Он говорит, а там ничего не исправишь, говорит, вы понимаете, у вас такого не бывает вообще ни у кого. Говорит, вы видите хорошо? Я говорю, хорошо вижу. Он говорит, вы радуетесь, что у вас человеческий вид глаз вообще, что у вас вид нормального человека глаза. Да, Люша? Вы, говорит, что, в радиационной зоне родились? Ну, правда, в радиационной зоне родились, говорит, нет. Я говорю, я говорю, я не знаю, я в Новосибирске родилась. Какая у нас зона, радиационная или нет? Нет, наверное, первый раз слышу. Я говорю, не знаю, я здесь родилась. И вот он меня таскал-таскал и говорит, это потрясающе, это удивительно. Ну, то есть, говорит, вы, говорит, я говорю, что делать-то мне сейчас? А он говорит, вот вы столько лет жили с этими глазами, вы же ничего не знали. Я говорю, нет, я никогда глаза не проверяла. Вот, говорит, и живите спокойно. И смотрите своими глазами. Потом, недавно, меня соринка в глаз попала. И меня муж опять повез в скорую. Я не могла ее ничем вытащить. И муж повез меня в скорую. И там врач мне вот вытащил соринку. И там в аппарат тоже посмотрел. Говорит, ой-ой-ой, что это такое вообще? А я уже такая, уже все пережила. Не человеческий глаз. Я знаю уже. Я говорю, да знаю, знаю. Знаю, не как у людей. Знаю, знаю. То есть, это я могу буквально подтвердить. Знаете, это не соврешь. На любой аппарат меня посади и посмотри. Как интересно. У меня не человеческие строения глаз. И какие-то вкрапления и включения при этом. А вдруг ты сама с той планеты? Я не знаю. Тебя не могли к маме подсадить? Я не знаю. Мама всегда смеялась надо мной. Ты нормально родилась-то? Во-первых, меня все 9 месяцев меня сохраняли. Я вытекала все 9 месяцев. И мама вот всю жизнь, мама смеялась и говорила. Вот, говорит, если бы вообще мне бы не... Я бы сама тебя не родила, но как бы не знала. Я бы сказала, что тебя подменили. Потому что, говорит, у нас, ну, никого в родне таких вот нет. Ну, никого вообще. Ты откуда такая вообще взялась? И она, мама, так меня очень любила. Она так смеялась надо мной всегда. Ты что, говорит, за чудо чудное это, говорит, вообще какое-то. И всю жизнь вот она удивлялась. А ты одна у мамы? Две. Я младшая, 12 лет, старшая сестра у меня еще есть. Та нормальная. Та нормальная. Леша подтверждает? Та нормальная. Я шумный был летимый. Вот, то есть, вот так вот. И у меня всегда нужны какие-то особые условия мне. И я какая-то такая, не то, бываю, как рафинированная. Какая-то вот такая вся... Мама говорит, ты тепличное растение? Откуда ты взялась вообще такая, говорит. Ну, я говорю, не знаю, говорю, откуда. Вот такая вот я у тебя. Сама, говорю, ты меня родила. Вот она я, вот такая у тебя. Что хочешь со мной, то и делать. Такое противоречивое. Внезапное все такое. Вот такой еще факт еще из моей жизни. Да, очень интересная какая ты. Прямо шкатулка с неожиданностями. Да, может, знаете, как со мной весело. Да, я думаю. Ну, скажи. Художнику и нужна как раз такая необычная жена, чтобы... С приветом. Может, да. Довольно по звезду воткнула и пошла. Я говорю, нормально? Он говорит, нормально. Я говорю, нормально. Муза для вдохновения. Угу. И он написал, кто ты. Пришлете мне? Нет, есть оно. Это название, кто ты, да? Или откуда ты? Откуда ты? Я вам вконтакте. Пришлите, пожалуйста. Ага. Вот, ну вот, буквально в ближайшее время. Можно сегодня? Да, ага, хорошо. Можно сегодня. И это свой телефон вообще отключила. Он у меня в отпуске тоже, вместе со мной. Понятно. А у меня интернет. Я не стал симку покупать. У меня только вот где вай-фай. Угу. И он слабенький. Ясно. Ну, все равно фоточку пришлите. Я, если получится, я сюда вставлю после этого интервью. А еще Леша нарисовал такую картину, где я сижу с пирожками. Я вообще всегда, я пеку пироги. Я всегда очень много пеку пирогов. И всех одариваю. Всем, вот, кого поймаю, короче, того и накормлю. Все, не виновата я, я сам попался. Все. Добро причиняю и пользу наношу, да? Абсолютно. Я так и делаю, да. И вот такими вот тазиками пеку пироги. И вот, значит, я на картине такая с этими пирожками. И надо мной, почему, ну, черный, это карандашом написано? По углем. Вот такая Индия, Индия, вот такая большая, меня двумя руками. И вот так вот две ноги, и так вот двумя руками меня вот так держат. Это как некий, ни мужчина, ни женщина. Просто вместо голова это очень длинные черные волосы. На руках мехенди, на ногах тоже мехенди. И Лена обнимает. Я говорю, это Индия тебя думает. Ой, у меня аж мурашки пошли. Я говорю, почему меня? Я была ровно как-то к Индии. Я, да, я ездила. Я сопровождала мужа, да. Он говорит, поедем, все, ты должна быть всегда рядом со мной. Все, слушаюсь и повинуйся, все. Я всегда рядом с ним. И тут он нарисовал. Говорю, ну, почему ты себя не нарисовал? Ну, это же, ты вот, твоя любовь-то изначально. Что ты меня-то? Нет, говорит, это все. Потому что ты муза, ты вдохновительница. Вот так вот оказалось. Его картина. Как здорово. Очень рада я, что познакомилась с вами. Я тоже так рада. Очередной мой день раскрасил таким, ну, вернее, уже рассказом. Знакомство было раскрашено три дня назад. Ой-ой-ой, как Саши гушил. Как я по диагонали бежала, раскидывая собак и людей, и крис-криками Саши, и с нечеловеческими криками. Как повезло вам, что у вас рядом не было. Мы бы кувырком в песке были, втроем лежали, в соплях, в слезах, и в слюнях моей любви. В слюнях моей любви. Да, это точно. Вот Саши выдержал. Он молодец. Молодец, да. Ну, в принципе, да, он привычный уже, его узнают. Он рад, он всегда закаленный. Ну, как вы легко к этому относитесь? Потому что женщины очень эмоциональные, мужчины вот такие вот спокойные как-то. Они руку пожмут, там слеза, может, у них, да, прям под очками ее не видно, но она будет слеза. А женщина, она как чума такая бежит. А-а-а, родня уже моя, все, сносит все на свете, хочет прижать, сжать там, не знаю, облобызать. Ну, я надеюсь, что вы нормально к этому относитесь. Очень, очень нормально, да. Да, и что Саши, ну, что как к мужчине, да бог с ним. Женщины вот именно видят в нем не то, что мужчину как бы для любви, да, вот я вам хочу сказать, а вот именно, что это как друг. Он такой друг, он такой друг, он может быть как дядя, как брат. Вот такое, вот такое чувство к нему, очень глубокое, потому что он делает правильные вещи. Вот даже где-то вы идете по улице, где-то в городе, и вот там на какого-то парня кричали, помню, и он бах так всех развел, что ты не кричи на него, он тут не виноват, он пройти просто не может. И он так спокойно все это, что товарищи, шанти, все нормально. Ну, побольше бы таких людей. Да, он хороший, благородный и добрый. Это прекрасно, что вам встретился он, как раз он достоин вас. Вы такая женщина, что у вас должен быть такой мужчина. Спасибо. Мы радуемся за вас, откровенно, просто всем сердцем радуемся. И женщины смотрят, как, знаете, может быть, любовные, какое-то вот такое кино про любовь, что ли. Потому что очень мало женщин слышат такие слова в своей жизни, которые он вам говорит. За ручку берет, поцелует вас обязательно, ложечку вкусненького вам засунет в ротик первый. А многие жены как бы за всю жизнь никогда такого вообще не ощущают от своих мужей. И мы радуемся, что это правда есть на самом деле. Спасибо большое. У меня одна девушка написала, говорит, я раньше знала, чего я не хочу от мужчины. Теперь я знаю, чего я хочу, когда я посмотрела, как вот, ну, живет обычная пара, что можно вот так жить. Я знала, что я не хочу то, то, то. А вот что хочу, говорит, было не сформулировать. Как он на вас заботится, как он эту розовую шапочку на вас ходил тогда и на ней. Когда вы в этих носочках, в розовых этих полосатых тапочках, еще я представила, что вы в этой шапочке будете в розовой. Я говорю, Ирина, ну, я нафиг эту шапочку не берите. Зато я скоро... Ну, я всегда с вами разговариваю. Постоянно, постоянно. Да, так, не так надо. Да. Я поэтому так рвалась к вам. Просто так хочется в вашем метро настоянии... В сериале. В сериале. Даже не в сериале, просто побыть рядом с вами, ощутить вас на самом деле. Мне это важно очень было. И мне вот баба, видимо, тоже помог, потому что вы говорили, вы не поедете в Гуа. А мы и не собирались. Он сказал, этот год давай не поедем, просидим в путапарте уже. Гуа все-таки больше для тела, чтобы поддержать вот этой соленой водичкой, воздухом океанским. Я тоже говорю, не получится, наверное. Ну, ладно, в другой раз. Ладно. Я говорю, все нормально, все будет хорошо. И тут оба-на. А мы билеты меняли, меняли, переменяли и вообще на такси усвистали. И я говорю, браво, браво, браво. Они там, говорю, Леша, они там. Счастье, счастье. Вы знаете, я даже грибы эти собирала. Осенью я думала, я ползла за этими опятами, резала их в спинку и говорила, я отвезу Ирине эти грибы. Скажи, ползла и так говорила. Ну, надо же, но Бог не мог не увидеть вот ваших таких стараний. И, наверное, он ради вас нас поменял, наши планы и наш ум, чтобы мы все-таки сюда приехали. Ну, вот вы теперь моя любимая подруга, хотите или нет? Хотите или нет? Я, конечно, не буду там это сильно. Я буду с вами разговаривать, как обычно. Не буду сильно слюнями своей любви, да, как вы сказали. Ну, конечно, ну, это ж неприлично, боже ж. Ну, шо ж такое, как же ж так со мной случилось, боже мой. Да, ну, не смогла я себя удержать. Вот. Ну, теперь мы, вся вот эта семья, сколько тысяч, вот, все мы теперь друзья оказались. Вы всех нас собрали. Мы теперь все друзья получаемся, ваши. Светлячки, светлячки, светлые, светлые души слетелись на свет камеры. Так мне одна девушка говорила. Да, она говорит, вы притянули, говорит, потому что вы как свечка светите, и мы на этот огонек, те, которые светлые, мы слетаемся. Мы слетаемся, и мы счастливы, я очень счастливы, я через вас познакомилась, ну, вот как вот, да, по видео познакомилась, и с Олегом. Угу, да. Мистер Шанти, прекрасный человек. А Наталья Каблукова. Ой, да, какая девочка, вот она тоже в астрале работает. Да, я поняла, я тоже сначала смотрела на нее, и вот я ее включаю, я ее советы все. Применяю. Ее, когда включаешь, она, вот вы знаете, как большая, теплая, такая уютная волна накрывает, и вот этот голос сказочницы, вот она сказитель какой-то. Сказительница, да, сказочница, сказительница. Байки, у нее надкины байки, называется, хэштег. Да? Я даже не знала. И вот ее слушаешь, слушаешь, и она так смеется забавно, она такая открытая, у нее такая личико, вот улыбочка такая чудесная, такая, она вся такая теплая, теплая и уютная. Она очень мне нравится, я ее смотрю. Мне тоже очень нравится, я тоже стараюсь хоть немножечко посмотреть, зарядиться, она очень энергетически такая сильная, и подзарядиться от нее, как от батарейки. Там я с роду ничего про камни не знала, но через нее столько узнала. Камня ханаас, да. Вот теперь розовый вот этот кварц. Камень любви. Я же женщина-любовь. А, да, что интересно, после того, как вот баба пришел ко мне в жизнь, да, мы полетели сюда, в Буа, и у нас на видео, где мы ходили на рыночке, где мне Наталья Мороз раскладывала тару, Саши, на видео у нас Саши, я его знать еще ведь не знала. Я снимал весь март. Это когда, года два назад было, да? Год назад. Год назад. Два года назад. А, да, 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 это было два года назад. И вот так рядом снимал, я шел и снимал камеры. Саши, да. Какой интересный мужчина, да. Серебром. Я думаю, что дальше пошел, дальше пошел. И вот в прошлом, а вот это в прошлом году мы в Гуа прилетели, и я вот тоже хожу, хожу и так по берегу, и вот мне слово, вот это... Это према, према, что тут вот это? Према, что мне говорит, ты према, према. Я говорю, Леш, что такое према? Я говорю, я откуда знаю. Ладно, в компьютере, в интернете посмотрю. Что такое према? Смотрим, любовь. Я говорю, значит, я любовь? Я такая, уууу. А потом у вас видео, опять же, смотрю, девушка говорит, что она тоже према. И я так, у меня раз, вот так вот, все это получилось, я все поняла. Матрицы, я поняла про матрицы. Према, Ирина Према из Новосибирска, режиссер, и очень даже известный там. Ну, я ее просто не знаю. Представляешь? Я еще не знаю. Из вашего города. Вот, вот видите как. Из Новосибирска, да. Да, и я про матрицы, у меня в голове сложилось все, да, нас каждому дается какая-то матрица. Вот я всех замучиваю уже своими разговорами, кажется, просто я всегда молчу, надо же. Жарко, жарко, напекло уже человека. И дается матрица, и там ты уже сам, вот я его прям чувствую, и уже сам ты играешь в свою игру, для него играешь. Он говорит, играй, играй. Жизнь, игра, игра в нее, life is game, play it. И пусть твоя игра будет интересной для меня, играй. И я начала играть, и мне стало самой как интересно. Мы как артисты, да, нам в этой жизни выдана вот такая роль. Тебе вот роль жены Алексея. Еще раз бы я налепила себе вот такое дело на лоб, нет? Нет? Нет. Ну, в Новосибирске, наверное, и не будешь лепить. Нет, конечно. Yes, yes, I will tell, ага, now I will stop, ага, I will tell. Дай водички ему, ага. Он хочет, чтобы я ему перевела, я сейчас тогда выключу камеру. А, да, да, конечно, я столько наговорила, Саша ведь ничего не... Не понял, да, он там немножко засыпал. Ну, я ему обязательно все переведу, обязательно, потому что мне просто хотелось не прерываться, потому что тут батарейка-то садится, и мне хотелось вот дослушать твой рассказ до конца, не удлиняя, не удлиняя видео для вот этого. Я перевела Саши, теперь он говорит, что вот он жил в Америке много лет. Это случает, это чудеса, говорит, они случаются. Он говорит, что вот, ну, вот такое он слышал, иногда ангелы ошибаются, и Бог как бы в наказании или в обучении отсылает их на землю обычными людьми. Потому что для ангела вернуться на землю, это все-таки наказание. Знаешь почему? Потому что, когда ты приходишь на землю, у тебя появляются эмоции. Ты можешь быть счастлив, ты можешь быть грустным, ты можешь плакать. Но когда ты в другой жизни, там нету грусти, нету несчастья. И поэтому, да, может быть, и вот так, мы же не знаем, да, вот может быть, ты вот такой вот ангел, посланный сюда, или на помощь кому-то, или на обучение чего-то. Я вот про эти глаза, когда ему рассказала, он тоже во все это верит, да? И вот еще, говорит, я сейчас другую историю расскажу, немножко другую. Иногда, говорит, бывает, дьявол – это плохой дух, да, с высоким. Они иногда, может быть, контролировать кого-то хотят. Ну, поскольку мы очень слабые люди, они хотят контролировать вас очень сильно. И когда ты чувствуешь, это неправильно для тебя, потому что, говорит, ты сказала, что ведь ты ходила в церковь, ты хотела освободиться от этих вот похищений твоей души, что ты держала их, и икону, да, и говорит, возможно, тебе вот и помог какой-то высший дух, вот, чтобы от них освободиться, и, да, тех, ага. Да, все истории, да, что ты, у тебя был ребенок, ты не была счастлива от этого, от того, что он внутри. И, да, и ты, значит, твоя душа понимала, что это не надо, это нехорошо, и он мне не нужен, да. И когда ты попросила Иисуса помочь тебе, и в церкви была, и спала с иконой, и Бог может сделать все, что угодно, если ты просишь, да, и он тебя защитила от этой проблемы, от этого вот ненужного, чего ты не хотела, эксперимента над тобой вот этих. Очень много часто люди в мире, некоторые вам завидуют, делают на вас черную магию какую-то. Иногда дьявол, да, он хочет заполучить хороших людей. Я уверен, что Иисус очень тебе помогал, помог, даже когда доктор сказал, что у тебя другие глаза, это все лила Бога, игра Бога, Иисуса, Иисуса, Аллаха, это все одно, Асайбаба, это одно. Просто разные, да, разные имена, провайдеры разные, а Бог един. Когда ты очень сильный, дьявол оставляет тебя, и он не хочет тратить время на тебя, когда ты чувствуешь свою силу. Это очень часто происходит в мире, и это все означает, что с тобой случилось, что у тебя хорошая душа, светлая душа и чистая душа. Когда, говорит, я первый раз пришел в Баба Ашрам, я тебе, говорит, рассказывал эту историю, я никого там не знал, я не знал, когда там вовнутрь в мандир заходят. Я даже не знал, что мне нужно одевать длинные брюки, что в шортах там не ходят. Когда мне позволено было войти вовнутрь, мне не понравились севадалы вот эти, я не знал, где сесть, они не очень дружелюбно не дали ему сесть на VIP-место. Ну, я подумал, что, я подумал, что Баба, я вернусь сюда, и... Я видел его, ну, 10-5 метров где-то от меня, я уже почувствовал себя хорошо. Я вышел из ашрама, и я все думал, обижался на этого севадала, который мне не дал сесть туда, куда я хотел. И я просто поднял свою руку вот так, и я сказал, Баба, ты мой гуру, но я не хочу здесь быть. И я уехал в Дели. В Дели я встретил друга, который был преданным Саи Бабе 10-15 лет. Я ему рассказал это, и он знает меня давно. И он сказал, Бабе, не надо, чтобы ты сейчас был там. Ты хороший человек, и он хочет, чтобы туда и плохие люди приезжали, и менялись. Он и их призывает, там не только, да-да, тебе и так достаточно. Это и правда, говорит, я это понимаю. Чем я, говорит, больше живу в Путапарте, я вижу там многих людей. Я понимаю, что имел в виду этот человек. Это как вот моя мама, говорит, я иногда думал, что она не любит меня, их шестеро было. Потому что она очень волновалась за других братьев, которые были, делали нехорошие вещи. А за меня не надо было волноваться, я был хорошим человеком, зарабатывал, отдавал ей деньги. И то же самое, так же и Баба. Если человек плохой, ему надо помогать, он его к себе призывает. А если кому нужна помощь, он им больше помогает, он к себе их зовет. Это очень хорошо, да, очень хорошо. Хороший. Спасибо большое. Да, у него много интересных рассказов. Но потом они даже удивлялись, говорят, что по большому счету уже основательно привезла его в Ашрам русская женщина, индийского мужчину. Вот что, да, да, это странно. Очень интересная способа различных людей. Когда вы поедете в Путапартию? Вы поедете? Когда поедете в Путапартию? Они не имеют времени сейчас. Нет времени. Они не идут назад? Не в этом времени, не в этот визит. Когда вы назад уезжаете? Он говорит. 21-го. 21-го. Даже не до Рождества, да. Скоро, да, уже. До Рождества даже не досидите. Ну, в следующий раз тогда надо так запланировать, чтобы и в Путапарти слетать. Это мечта большая наша. Это большая мечта. Это большая мечта, визит к Путапартию. Вы очень близко от мечты. Это вот у тебя сейчас есть вот это вот. Он тебя привезет, баба привезет туда, принесет. Не вовремя. Да. Я даже не знаю, как я там буду себя чувствовать. Потому что действительно у меня ответная такая к нему любовь. Он и отец, и мать в одном. Вот так просто родитель. И я увидела, ну как, я вот это все увидела, как я создавалась. Я действительно это увидела из атомов и молекул, вот из этого. Вот так вот я создавалась. И именно когда Гая Три мантру я услышала, я поняла, что я под эту мантру вообще создавалась. Поэтому у меня как вот что-то такое, я слышу, как материнское что-то, как всегда Гая Три мантру. Эту первую мантру я выучила. Я ее первый раз смеялась, я слышала и смеялась. Я не говорю, как эти слова выучить. А сама вот тут же говорю и тут же вот выучила. Ну, они сами у меня выучились просто. И я постоянно вот так вот ходим, гуляем где-то или ходим что. И у меня в голове всегда ОМ, БУР, БУА, СУВАХАТАКСАВИТУР, ВАРИНИЕМ, ХАРГАДИ, ВАСЯДИМАГИ, ДИОДЬ ОДЬЁНАХ ПРАЧЁТАЯТ. Просто, вот оно просто из меня льется. Вот так получилось. А, да, ромболь, да, точно, я теперь узнала, ага, не разглядела, ага, как после исповеди, да, высказала? Все это в себе держать, а тут люди, которые действительно и верят, которые и верят, и понимают, да, и не считают чокнутой, спасибо вам большое, спасибо тебе за твое откровение, за рассказ мы еще увидимся, давайте, ой, да, да, и она тоже говорит, надо обнять, да, с любовью, ага, увидимся вечером, товарищи, спасибо большое за угощение, очень все вкусно, спасибо, they like food, я тоже картошку умею варить, да, ну, как-нибудь в Новосибирск приедем картошку поесть, у нас там много знакомых, господь, я вас обожаю, если приедем, мы вам телефоны своим дадим, контакты, спасибо большое, хорошо, увидимся, много раз я видела, как ваши гости спускаются вот так вот, и машут вот оттуда потом еще, кино-кино, very nice people, ой, спасибо каналу, столько людей интересных в моей жизни, в нашей жизни появляется, удивительных, спасибо вам, до свидания,